Коллеги, добрый день. Меня зовут Елена Дианова. Я очень рада сегодня иметь такую возможность выступать. Хочу поблагодарить Ольгу, которая вот только прям закрывает дверь. Хочу поблагодарить организаторов за возможность выступить. И вот я, к сожалению, не присутствовала на первом дне, но вчерашний день вот меня покорило разнообразием тем. Мне кажется, очень много было действительно и практических кейсов, и теории. Очень много было про коммуникации, про каналы, что работает, что нет, в зависимости от аудитории. И моя сегодня тема посвящена EVP. Вчера уже касались этой темы, но я все-таки хочу, коллеги, вам задать вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знает, что такое EVP. А есть среди вас честные люди, которые признаются, что не знают, что такое? Пожалуйста, поднимите руки, не стесняйтесь. Спасибо. Спасибо огромное за честность. На самом деле, никогда не стыдно признаваться, что мы чего-то не знаем. И я считаю, что вполне нормально, что коммуникатор может не знать EVP. И я тоже какое-то время назад не знала, что это такое, потому что это чисто HR-овский термин, на самом деле. Будем откровенны. И мы можем, на самом деле, примерно знать, я буду дальше рассказывать о нем, но просто не знать, что это называется EVP. Так что спасибо за честность. Коллеги, что такое EVP? Я расскажу чуть позже. Я хочу немножко начать, буквально пару минут, про компанию, в которой я работаю, компания Эбви. О, прекрасно. Это биофармацевтическая компания. Шесть лет назад мы отделились от компании Эбот. И, возможно, компанию Эбот гораздо больше людей среди вас знают, поскольку у них есть безрецептурные препараты, которые мы покупаем в аптеке. А поднимите, кстати, руки. Может быть, кто-то слышал про нашу компанию? Спасибо. Спасибо.